Приветствую вас! На чат мне бы хотелось того, чтобы заметить, вы написали в раздел «Психологию», но ваш вопрос похож на соответствующий запрос для раздела «Эволтерики», и поэтому, если вы хотите получить ответ конкретный или ответ «да» или «нет», как это делают эзотерики, то, соответственно, вам лучше написать свой вопрос туда или просто-напросто попросить модераторов его перенести, потому что задавать одни и те же вопросы запрещено. Соответственно, как «Психолог» я могу вам сказать, что для анализа вашей ситуации вы предоставили достаточно мало информации. То есть, во-первых, причины, по которым вас бросает ваша жена. Вы говорите, причины непонятные. Причины непонятные кому? Вам или ей? Вы сами и она в силу того, что находитесь в отношениях и в этой ситуации, я имею в виду ситуации, которая у вас сейчас сложилась. В силу этого вы можете не осознавать, какие причины у вашей руки вас бросают. Но, если вы подробно опишите ситуацию, расскажете ее психологу, или хотя бы более подробно зададите свой вопрос в раздел «Психология», где достаточно подробно, это может быть главный вопрос, это может быть фит вопрос, так вы получите больше ответов. Где вы подробно опишите, как у вас все происходило, что было перед тем, как у вас начались проблемы, что было непосредственно в течение этих проблем и так далее. То есть все вот это нужно разбирать с вами. И тогда будет понятно. А в чем здесь, собственно, проблема ваша? Какие причины станут ясны? И так далее. Получается, что вы действовали, вот вы здесь пишите, что вы не хотите ее терять и уже перепробовал все способы схоронить наш брак. Не зная причин, не зная болезни, вы пытались лечить, но это все равно как если бы вы пытались будучи врачом лечить человека от непонятной болезни, а просто перебирая вот все возможные средства. Потому что можно делать долго и можно делать еще хуже. Поэтому сразу настрыва нужно выяснить причины, потом говорить уже о том, как это исправлять. Думаю, что самым лучшим вариантом будет сейчас вашу жену оставить в покое и не трогать ее, дать ей возможность побыть одной, дать ей возможность побыть без вас, дать ей возможность не чувствовать давление на себя с вашей стороны. И потом вы сможете спокойно с ней поговорить, когда побудете какое-то время друг без друга, вы сможете спокойно поговорить с ней. И возможно она вам тогда что-то скажет относительно того, почему она так себя ведет и чем был обусловлен ее выбор. Сейчас вам нельзя ситуацию как-то усугублять. Это будет очень плохо и вы рискуете свою супругу потерять безвозвратно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok